Большое село Ильинское находится в уникальном месте на склоне большого оврага, в котором протекает речка Яхрама. Село окружает реликтовый лес, поблизости находятся исторические места, баран гора, выжгород. Здесь произрастают десятки видов красногнижных растений. В начале 2018 года здешнюю тишину нарушил шум тяжелой техники. Экологи и местные жители, прибывшие на место, увидели строительные бытовки и рабочих, которые приступили к вырубке леса. Позже выяснилось, что здесь на площади 20 гектаров будет размещен песчаный карьер. Здесь действительно был карьер, то есть в 1937 году вот отсюда, с небольшой площади относительно, брали песок для строительства канала, но после того, как канал был построен, этот карьер забросили. А сейчас площадь этого карьера, она выросла раз, наверное, в 8, а то и в 10 и опасно подошла к реке, то есть там река внизу Камариха, она уже запружена. И все это еще подходит к уникальному археологическому памятнику на Барангоре. Это выжгород на Яхраме, очень известное такое значимое место. В этом уникальном месте обитают редкие виды животных и птиц, произрастают краснокнижные растения. Жители соседних деревень считают, что с началом разработки карьера местной геологии может быть причинен непоправимый ущерб. Я категорически против вот таких строек и вообще меня возмущает вот такое отношение к природе и к невосполнимым ресурсам. И главное, здесь так красиво, все это нарушается, этого никогда больше не будет. По соседству с вырубкой находится средневековое городище Выжгород. Здесь неоднократно работали археологи, которые обнаружили древние захоронения. Специалисты считают, что при строительстве карьера может быть утрачен культурный слой. Вконтакте есть группа защиты Яхрамского леса, через которую как раз мы все объединяемся, координируем свои действия. Кто куда поедет, кто будет снимать, ведутся работы, не ведутся. Там собрана вся информация по тем ресурсам, через которые мы можем достучаться до властей. То есть там и петиции, и все адреса. Нам удалось пообщаться с инициаторами и исполнителями проекта разработки карьера. Компания называется «Дорстрой-12». В 2014 году она выиграла конкурс и получила лицензию на добычу полезных ископаемых. В 2015 году мы получили лицензию на аукционе в Центр-Недрах. Это федеральная лицензия. После этого проводилась геологоразведка, которая подтвердила запасы песков. Трех видов. Это строительные пески, это пески формовочные и пески кварцевые, которые могут использоваться на стекольном заводе и в иных целях. Запасы были поставлены на Государственном комитете по запасам и учет. Соответственно, это месторождение зарегистрировано и оформлено в государственных органах. О том, что проект находится в активной фазе, говорит многочисленная тяжелая техника на самом карьере, а также об устройстве дороги к карьеру для грузового транспорта. Проект подразумевает добычу песка объемом 3,5 миллиона кубометров в течение нескольких лет. Разработчики также обязаны провести после добычи полную рекультивацию карьера. Есть проект рекультивации. То есть после отработки месторождения мы будем вынуждены сделать рекультивацию этого объекта. Как вариант рассматривается создание водного объекта глубиной до 25 метров. Это будет, скорее всего, пожарный объект с целью защиты лесов. И поскольку земли лесного фонда, значит, ответственными за использование и эксплуатацию будут лесники. Жители соседних деревень и экологи ждут конструктивный диалог с авторами проекта и надеются, что уникальный природный ландшафт будет сохранен.